Это итоги недели на восьмом студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сейчас коротко о главных событиях, которые произошли за минувшие семь дней. Россия еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом. Нерабочие дни продлены. В Приморье усиливают контроль за режимом самоизоляции. Следить за нарушителями теперь будут и при помощи онлайн-камер. 1 и 9 мая в непривычном формате. Шествия и массовые мероприятия отменены. Теперь подробности. Режим самоизоляции продлили в России пока до 11 мая. Как и прогнозировалось ранее, страна еще не вышла на пик заболеваемости коронавируса. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе рабочего совещания во вторник. Таким образом, российский лидер установил 6, 7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы. При этом Путин попросил россиян избегать больших посиделок во время майских праздников, чтобы не вернуться к тем показателям по заболеваемости, которые уже пройдены, не откатиться назад. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. И это может коснуться каждого. И в этой связи о том, что нам вместе еще предстоит сделать, скажу отдельно. От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились, все этого ждут. Но чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет. Напомним, врачи называют самоизоляцию одной из самых действенных мер в борьбе с новым заболеванием. И отмечают, что даже человек, у которого нет никаких симптомов, может быть носителем. А значит, подвергать опасности остальных. И если раньше медики говорили о том, что болеют в основном люди старшего поколения и те, кто имеет хронические заболевания, то сегодня в группе риска находится все население. Это подтверждает в том числе и приморская статистика. Коронавирусом уже переболела девочка, которой не исполнилось и года. Под наблюдение медиков находится беременная женщина. Несколько дней назад стало известно о том, что вирус обнаружили у студентки Дальневосточного университета, которая работала медсестрой. В Крае во время майских праздников самоизоляции уделят пристальное внимание. Напомним, за нарушение режима предусмотрены штрафы от 1000 до 30 тысяч рублей. За исполнением следят стражи порядка, а также специальная техника. В том числе будут установлены специальные онлайн-камеры в местах массового скопления людей. Проводятся рейды. На приморцев уже было составлено более 2500 административных протоколов. К слову, контроль за исполнением режима полной самоизоляции возложен на глав муниципалитетов. Отчитываться о ситуации они должны будут лично губернатору в формате видеоконференц-связи ежедневно до 11 мая. На время продленных выходных руководители территорий обязаны оставаться на местах. Им также поручено разработать план по этапу новоснятия ограничительных мер в связи с эпидемией COVID-19. Об этих и других мерах, которые сегодня принимаются в Приморье, в нашем следующем сюжете. Все жители Приморья с 30 апреля должны носить маски в общественных местах. Обязательным становится и социальная дистанция в полтора метра. Патрулирование полиции с целью контроля за соблюдением этих предписаний усилится. Сотрудники органов внутренних дел в первую очередь нацелены на предупреждение о нарушении режима самоизоляции. Однако за повторное нарушение – штраф. Суд тоже старается в первый раз вынести больше предупреждения из числа рассмотренных материалов. Половина – это предупреждение, половина – это штраф, который составляет всего 1000 рублей. Но при этом хотел бы обратить внимание, что повторное привлечение к административной ответственности за указанную статью уже ужесточает санкции от 15 до 50 тысяч рублей. Все главы муниципалитетов предстоящие выходные будут находиться на своих рабочих местах, чтобы лично обеспечить соблюдение мер санитарной безопасности в каждом районе Приморья. Поручаю главам муниципальных образований оставаться на своих рабочих местах все дни до 11 числа. В 10 утра мы будем проводить с вами, с главами муниципальных образований ежедневную планерку. Мы также будем отчитываться ежедневно о количестве нарушений, выявленных в том или ином районе. Также губернатор призвал глав районов разработать план мер по постепенному выходу из режима самоизоляции. Необходимо приступить к проработке программы выхода из кризиса. Как это будем делать? Поэтапно. Как будут в последующем начинать работать торговые центры, другие предприятия, которые закрыты. При том, что режим самоизоляции, масочный режим мы пока будем сохранять, пока не добьемся коренного перелома в этой ситуации. Важно, чтобы предстоящие выходные не привели к взрывному росту заболеваемости. Добиться этого можно только одним способом – соблюдать все правила самоизоляции. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. С начала этой недели во Владивостоке на карантин закрылись 9 отделений тысячекоечной больницы. Ранее там был выявлен самый крупный очаг заражения среди медиков и пациентов. Министр здравоохранения края Анастасия Худченко объяснила, куда будут перенаправлять пациентов и какие отделения Владивостокской клинической больницы номер 2 продолжают работу. Нельзя говорить, что больницу закрыли. В больницу перестали принимать новых пациентов для того, чтобы могли мы провести в полном объеме необходимые санитарно-карантинные мероприятия. В течение этой недели будет прекращаться госпитализация в большую часть отделений, по крайней мере в те отделения, потоки пациентов, из которых мы можем распределить другие медицинские организации края. Это сделано не потому, что там распространяется коронавирусная инфекция, а для того, чтобы больница могла провести, спокойно долечить тех пациентов, которые есть, никого раньше времени не выписывают, провести заключительные дезинфекционные мероприятия и перестроить свою работу в соответствии с новыми требованиями. В частности, там сейчас ведутся строительные работы по организации шлюзов, душевых, то есть входная зона полностью перестраивается. Для того, чтобы это сделать не на потоке входящим пациентам, а в спокойном режиме, и учитывая, что возможность перенаправить потоки больных есть, госпитализацию в ряд отделений в течение этой недели мы прекращаем. Те экстренные пациенты, которые должны были поступать в травматологическое отделение от ищекочной больницы, будут поступать в краевую клиническую больницу номер один, медицинский центр ДВФУ и Артемовскую городскую больницу номер один. Также перераспределены потоки нейрохирургических острых экстренных пациентов. Детская травматология на сегодняшний день планируется, вот я вам говорю, что это процесс поэтапный в течение недели, что будет перераспределена острая гинекологическая патология, и у нас фактически останется работающим там отделение гемодиализа, поскольку оно единственное круглосуточное в Приморском крае, ну вот близко в городе Владивостоке, и мы максимально стараемся уберечь пациентов, персонала за нос коронавирусной инфекцией. Пока работает токсикология, реанимация. Отметим, тысячекоечная больница получила и тысячу защитных костюмов для медицинского персонала. Для региона было закуплено тысяча бактерицидных приборов с ультрафиолетовой лампой, из них 344 таких прибора. Переданы в Минздрав, 320 в Минобразовании, 240 приборов получил Минтрут региона. Также в Край поступило около 3000 литров антисептика для рук, который распределили между учреждениями. Коронавирус ударил не только по здоровью россиян, но и по кошельку. Из-за вынужденных обстоятельств многие остались без работы, а соответственно и средств к существованию. В Приморье для тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, разработаны меры поддержки. О том, как действовать и куда обращаться за помощью, в нашем репортаже. До режима самоизоляции Александр работал фитнес-инструктором, но сейчас временно безработный. Зарабатывает онлайн-тренировками, однако готов пойти на любую оплачиваемую работу. Да, готов. Все, что связано с физическим трудом, в принципе. Ну, моя прошлая специализация была связана с этим. Я готов получать меньше, но продолжать по этой же специфике. Ну, возможно, грузчик или тяжелая работа. К слову, почти 56 тысяч вакансий предлагают приморцам на федеральном портале «Работа в России». Жители края, заинтересованные в трудовой занятости, могут найти место, соответствующее уровню образования, опыту и квалификации. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте и выбрать подходящую специальность. Изначально были рекомендации от Министерства труда и социальной защиты РФ всем работодателям, в том числе малому и среднему бизнесу, регистрироваться в федеральной базе вакансий «Работа в России». Сегодня это нужно делать уже в обязательном порядке. Наличие личного кабинета – это условие, благодаря которому предприниматели, оставшиеся без работы люди, могут узнавать о существующих вакансиях, получать приглашение на работу, а также претендовать на существующие меры социальной поддержки, в том числе и пособия по безработице. Ранее решение о признании гражданина безработным принималось органами службы занятости только после личного обращения с необходимым набором документов в центр занятости. Однако в сложившейся ситуации выполнить все условия просто невозможно. Поэтому и решили оказывать помощь через единый федеральный портал. Сегодня в Приморье насчитывается около 11 тысяч безработных. Зачастую люди просто не хотят вести какую-то непрестижную, по их мнению, деятельность. Кто-то не имеет должного образования, квалификации, опыта, но желает сразу высокую зарплату и хороший пост. Но сегодняшние реалии показывают жители края, готовые к любой оплачиваемой работе. Пришлось бы работать, потому что надо работать, чтобы существовать, есть и так далее. На какой? Ну, на низкоколюфицированной, мало ли какая, там, уборщица, санитарка. Да, ну, какие еще у нас есть работы. Ну, то есть пришлось бы идти на любую, дабы зарабатывать деньги. Я даже не знаю, потому что, опять же, я так думаю, что без работы я не останусь, потому что я врач. А так, наверное, ну, если очень нужны деньги, и, в принципе, тебе за это платят постоянно, то я думаю, да. Граждане, потерявшие работу или оказавшиеся в вынужденном отпуске без содержания, могут обратиться в службу занятости Приморьи и принять участие в общественных работах. Добавим 12 130 рублей, пособия по безработице в максимальном размере будут получать жители края, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года и зарегистрированные в качестве безработных. Если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя признаны безработными, то на каждого ребёнка будет назначена доплата по 3000 рублей одному из родителей. Ранее не работавшим гражданам, уволенным до 1 марта и состоявшим в трудовых отношениях менее 26 недель, пособие будет назначено в минимальном размере, увеличенном на районный коэффициент. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Во Владивостоке увеличили количество автобусов на маршрутах. Такое решение принято после изучения пассажиропотока. В утренние и вечерние часы на дороге теперь выезжают 400-450 единиц. Специалисты отмечают, что несмотря на режим самоизоляции, многие горожане продолжают трудиться. При этом каждое транспортное средство, которое находится на линии, должно проходить ежедневную дезинфекцию, а также несколько санитарных обработок в течение дня. Это же требование касается и такси. К слову, решают в дальневосточной столице и наболевший вопрос с парковками. Так стало известно, что шесть модульных механизированных парковочных систем появятся на Светландской 56, Фонтанной 7, Корабельной набережной 1А, Московской 13, еще два модуля установят на Семеновской 18. Запустить их в работу планируют в будущем году. Парковка будет полностью автоматизированной. Доступ будет осуществляться с помощью чип-карты, а управления сенсорного монитора. Также сейчас ведутся предпроектные работы по строительству многоуровневой парковки в районе железнодорожного вокзала на улице Верхнепортовой 6. Начало строительства планируется в этом году. Владивосток начал и обновляться к лету. В городе уже появляются пестрые клумбы. В этом году будут высажены 400 тысяч цветов. Это разнообразные однолетние, многолетние и луковичные культуры. Также зеленые зоны пополняют 25 тысяч деревьев и кустарников. В планах на этот год полная замена старых и больных деревьев на Сахалинской, Комаровой и Русской. В дальневосточной столице создадут и семь новых цветников, установят 30 топиарных фигур в разных районах. Озеленители уже украсили пешеходную зону на улице Адмирала Фокина. Первый цветочный ковер появился на Владивостокском Арбате. Мы приступили к посадке однолетних цветочных культур. Это у нас первый участок, на котором мы производим посадку. Здесь будут высажены виолы. Вообще мы запланировали посадки 400 тысяч штук. Туда войдут у нас и однолетние, и многолетние, и луковичные цветочные культуры. Вы здесь можете обратить внимание, что здесь как в виде пестрого ковра все посажено, потому что не одна цветовая гамма, а многообразие цветочное, чтобы приносить радость жителям, поднимать настроение. Еще один долгострой достроен во Владивостоке. Жилищный комплекс Одиссей на улице 2-я поселковая введен в эксплуатацию. Работы по завершению строительства велись с октября 2019 года. Дом был передан в фонд поддержки обманутых дольщиков. Приморье признан проблемным, и в результате чего было одобрено финансирование завершения строительства за счет средств краевого бюджета. Подрядчик был найден по результатам открытой конкурсной процедуры. Напомним, в прошлом году ввели в эксплуатацию 5 домов. Более 500 семей дольщиков были восстановлены в своих правах. 10 объектов планируют создать в 2020 году. Тем же, кто решит обновить ремонт в квартире, следует быть внимательнее. Запрет на проведение шумных ремонтных работ вводится в Приморском крае. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба. Теперь собственникам и арендаторам жилых помещений разрешено проводить данные работы с 10 до 13 часов и с 15 до 19. Связано это с продлением ограничительных мер и самоизоляцией. По мнению главы региона Олега Кожемяка, необходимо создать максимально комфортные условия для того, чтобы люди находились дома. Введение такого режима тишины – одна из мер. Уточняется, что делать ремонт при этом никто не запрещает. Обустраивать свои жилища нужно просто в установленное время. Стена памяти появится во Владивостоке. Под таким названием стартовал уникальный патриотический проект. Его запуск приурочен празднованию 75-летия Великой Победы. На фасаде здания на Океанском проспекте планируется изобразить портреты восьми участников Великой Отечественной войны. Среди заявленных фамилий есть как прославленные полководцы, так и герои-красноармейцы-уроженцы Приморья. Восемь героев, восемь подвигов, восемь историй будут запечатлены на этой стене. Ну, такие фамилии, как Каплунов, Приходько, Борисенко, Космодемьянска, нас у всех на слуху, потому что этими именами названы улицы города Владивостока. Но, к сожалению, немногие, я думаю, из нас помнят о том, что совершили эти люди, не помнят об их подвигах, об их судьбе. Поэтому, в частности, данный проект и призывает к тому, чтобы восстановить в нашей памяти те нелегкие дни, события и подвиг советского народа. Стена памяти будет находиться в сквере почетных граждан Владивостока. Чтобы создать необычные портреты, которые смогут долго сохраниться в условиях владивостокского климата, художники выполняют их по специальной технологии. Техника, в которой мы изображаем, называется с графито. Это цементный рельеф, очень интересная и хорошо показавшая себя во Владивостоке техника цементного рельефа. То есть наносится сетка, укрепляется стена, армирующаяся сетка, наносится темный бетон в виде силуэта, затем наносится светлый бетон и уже приступает непосредственно художник к работе, который наносит изображение методом процарапывания работы болгаркой, разными шпателями и различными инструментами. Получается очень эффектное, долговечное. Продолжаются в Приморье и другие мероприятия в преддверии Дня Победы. Так во Владивостоке приводят в порядок памятники. Это мемориальный комплекс «Боевая слава Тихоокеанского флота», монумент свеча памяти, знак победы на кольце инструментального завода и другие. Приморские артисты из дома записывают виртуальный концерт для ветеранов к 9 мая. А вот от парада и масштабной акции «Бессмертный полк» в привычном формате в этом году отказались. Такие условия продиктованы непростой эпид-ситуацией. Подробности у Дмитрия Беломесного. День Победы мы привыкли праздновать масштабно. Парад, концерты и салют. Однако в этом году коронавирус внес свои корректировки. И 75 лет Великой Победы мы отпразднуем иначе. 9 мая, конечно, все парады отменены, но участие в «Бессмертном полку» все предусмотрели в онлайн формате. Восьмой канал радиостанции «Лема» и «Ви-Би-Си» предложили приморцам поучаствовать в телевизионном «Бессмертном полку» под названием «Дни памяти». К нам в редакцию поступили живые истории и фотографии участников Великой Отечественной войны. Увидеть их можно будет с 4 по 10 мая. Пьется в тесной печурке огонь. Это день Победы! Правительство края прорабатывает идею акции «Песня во дворах», где фронтовые бригады будут устраивать театральные представления в жилых микрорайонах города. Также приморцы могут поучаствовать во флешмобе, раскрасив окна своих квартир и домов символикой Победы. Символы, рисунки Победы, да, и вот таким образом продемонстрировать всем жителям и своим соседям свою причастность к этому празднику. Президент России Владимир Путин отметил, несмотря ни на что, День Победы останется в сердцах россиян. Аппарат на Красной площади в Москве и шествие «Бессмертный полк» будут проведены позднее, когда ситуация с распространением коронавируса в стране улучшится. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. До Дня Победы еще больше недели. Но сегодня наша страна также отмечает важный праздник – День солидарности трудящихся, весны и труда или Первомай. И, конечно, приморцы, как и все остальные жители нашей страны, привыкли встречать его шумными демонстрациями и гуляниями. В этом году празднования были отменены, а трудиться последний месяц приходилось в основном удаленно. Тем не менее, Восьмой канал предлагает не терять боевого настроя и бодрости духа. А пока вспоминаем, как Владивосток отмечал 1 мая несколькими годами ранее. И без комментариев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Такой мы увидели эту неделю. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на Восьмом в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин